Я давайте вам теперь в нескольких словах расскажу, каким образом наш факультет может вам помочь благополучно пройти через все эти испытания, которые вы уже сегодня слышали. Прежде всего, стоит разделить направление нашей подготовки на подготовку по истории и по тем предметам, которые вам необходимо сдать еще в школе у себя в виде ЕГЭ. Потому что у нас подготовка ведется и по таким предметам, и по истории. У нас есть подготовка по английскому языку, причем у нас совершенно замечательная преподавательница, это Ирина Николаевна Скрипка, одна из методистов ЕГЭ. Можете по всем поисковикам посмотреть, чем она занимается и поймете, что это совершенно замечательный преподаватель. И можно будет сейчас присоединиться к ее занятиям. У нас идет подготовка по английскому языку именно ЕГЭ, причем со всеми изменениями, которые там произошли в этом году, особенности аудирования. Сегодня обязательно посвящаются время. Надо понимать, что если вы поступаете уже сейчас в этом году и хотите начать ходить на наши курсы вот сейчас в февраля, то вы должны понимать, что подготовка была начата еще в октябре. То есть ребята уже занимаются, группы уже сформированы. Поэтому обязательно надо немножко сравнить свои силы, посмотреть на уровень группы. Мы предоставляем такую возможность на одно-два занятия, вы сможете сходить, посмотреть. И если группа подходит вам, вы просто присоединяетесь, и еще 4 месяца в таком довольно бодром режиме вы сможете заниматься. Теперь надо сказать о занятиях по истории. У нас очень разъединенная система подготовки. Это не какой-то один предмет или какая-то одна группа. У нас подготовка идет по трем направлениям. Это лекции, семинары и практикумы. Причем мы понимаем, что, возможно, многие из вас только сейчас поняли, что они хотят поступать на ИСТФАК, и, возможно, еще не занимались конкретно программой для поступающих. По истории специально для вас мы готовим специальный курс. Это группа интенсив, где нагрузка в два раза больше, чем во всех наших остальных группах. Это семинарское занятие. Оно специально так сформировано, чтобы много времени вы могли заниматься сами. И уже в группе вместе с преподавателем все обсуждали, делали какие-то выполнительные задания, практическую работу выполняли. Но главное, что за 4 месяца, то есть за период с начала февраля до конца мая, как раз к началу выпускных экзаменов в школе, к ЕГЭ по истории, вы могли бы пройти полный курс. От древности до современности. Очень популярен этот курс. У нас туда ходят как одиннадцатиклассники, которые хотят или быстро повторить, или что-то запомнить, а как десятиклассники, которые хотят сейчас просто получить такое представление о полном курсе, чтобы уже на следующий год, так скажем, более основательно подходить к изучению материала. Теперь надо рассказать о наших продолжающих группах. Это лекции, семинары и практику. Лекции — это самые наши популярные занятия, читают их преподаватели факультета. Вообще, надо сказать, что все преподаватели в наших курсах — это сотрудники и преподаватели исторического факультета, чаще всего профильных кафедр отечественной истории, всегда специалисты по тому, как отечественной истории. Поэтому, когда некоторые удивляются, почему у нас лекционный курс читается примерно восьмим преподавателями, ответ очень прост — это специалисты. То есть, если речь о восемнадцатом веке, перед вами настоящий специалист по восемнадцатому веку, который, естественно, сможет вам помочь сориентироваться в этом периоде, в литературе, в источниках, и все, наверное, сможет ответить на все ваши вопросы. Лекционный курс — это вот базовое занятие. Вы сможете прослушать его вот от древности до современности. Уже это, возможно, не получится, но весь период восемнадцатого, девятнадцатого века веков специально для вас будет. А это, как показывает практика, самый сложный период. Если мы говорим о семинарских занятиях, то здесь то же самое. Раз в неделю вы будете в небольшой группе. У нас группа в этом году, если не ошибаюсь, самая маленькая — это шесть человек, самая большая — это четырнадцать человек. В зависимости от того, какое время вам удобнее, вы сможете выбрать разные группы. Вы сможете с преподавателем в такой небольшой группе постоянно обсуждать какие-то задания, вы сможете обсуждать источники, вы сможете задавать любые вопросы, узнавать, насколько хорошо вы знаете, да, потому что все проверки обязательно проходят именно в семинарских занятиях. Также необходимо сказать о самом необычном виде занятий — это практика, практика в истории России. Для кого они нужны? Прежде всего, это те ребята, которые поступают именно в этом году. Одиннадцатиклассники. Потому что практику — это ведь занятий для тех, кто уже историю на таком базовом уровне знает. Там бывает тяжело тем, кто только вот сейчас начинает ее учить. Почему? Потому что туда приходят преподаватели такого топ-уровня, которого довольно сложно привести вам на постоянный лекционный курс, потому что это академики, это авторы учебников, это профессорский состав факультета, который читает вам одно-два занятия именно по той тематике, которой этот человек занимается. Самые разные люди там бывают, и они проводят занятия уже не по фактическому материалу. Они помогают вам сориентироваться в источниках историографии, то есть в тех самых направлениях нашей деятельности, которые практически не изучаются в школе. Это очень бывает нужно для участия в олимпиадах и для нашего внутреннего вступительного испытания ДВИ, дополнительного вступительного испытания летом. Они помогают сориентироваться вам именно в этом материале, поэтому после их занятий вы намного увереннее уже себя чувствуете в том или ином периоде, в том или ином вопросе исторического. Помимо этого, в практику мы приводим специалистов по ЕГЭ, причем именно таких именитых московских преподавателей, в частности, те, кто проводит инструктаж непосредственно для тени экзамена, те, кто разрабатывает эти задания, которые с вами рассматривают непосредственные варианты ЕГЭ прошлых лет, чтобы когда вы приходите на экзамен, вы уже знали, во-первых, чего от вас хотят, как отвечать на вопросы и на что стоит обратить больше внимания. Кроме того, наши практикумы помогают тем, кто участвует в Олимпиадах. Понятно, если вы не участвовали во всех отборочных, кто вы, которые были в прошлом семестре, то, возможно, эти занятия вам не будут полезны, ну или, возможно, если вы в 10 классе, вы просто узнаете, как это все бывает, и заранее будете обращать внимание на важные элементы подготовки. Если же вы сейчас уже прошли через отборочные этапы, это может быть и Поколе Вороблевых гор, Олимпиады Ломоносов, или отборочные этапы Московской Олимпиады, то очень советую вам посещать наш практикум, потому что это поможет вам увереннее чувствовать себя на очных турах, потому что у нас обязательно отрабатываются и устные ответы, и эссе, и проект, исторический проект, который бывает на всех Олимпиадах. Кроме того, что важно, мы обязательно приглашаем в практикумы победителей Олимпиад прошлых лет, что мы очень хорошо понимаем, что как бы мы, преподаватели, не старались почувствовать себя в шкуре того самого человека, который сидит непосредственно на Олимпиаде, нам уже сложно. Поэтому победители прошлого года, позапрошлого, они всегда к нам приходят и дают советы, как фактически равные, то есть как те, кто только что через это все прошли и знают, как это все воспринимается. По этому практику мы действительно истинно советуем тем, кто нацелен на участие в Олимпиадах, потому что именно сейчас у вас будет самое интересное, самое сложное время. Несколько слов о факте, как бы формальной стороне вопроса. Новый семестр подготовительных курсов начнется с февраля. То есть сейчас, примерно, наверное, с четверга, с пятницы, мы начнем записи, нам просто надо согласовать некоторые формальные вопросы, и следите за нашим сайтом, за нашей группой ВКонтакте. Появится информация, что начинается запись на курсы. После этого я буду очень рада, если вы, прежде всего, запомните электронную анкету-заявку. На сайте в группе будет об этом информация, ничего сложного нету, просто электронная регистрация. И после этого я буду ждать вас на факультете три раза в неделю, понедельник, среда, пятница, для оформления всех бумаг, документов, чтобы узнать, рассказать вам, возможно, какие-то детали, если у вас остались какие-то вопросы. Ну и прежде всего, чтобы посмотреть на наших бутылетов и помочь им определиться с теми предметами, которые будут вас интересовать. Если мы будем говорить о стоимости занятий, то каждый из предметов продолжающего курса стоит 14 тысяч. То есть если вы берете лекции по истории России, это будет стоить 14 тысяч до конца мая. Если вы берете лекции и семинары, то это будет, соответственно, 28 тысяч. Если речь идет об английском языке, русском языке или группе интенсив, то поскольку нагрузка тут двойная, то в период с февраля по конец мая будет стоить именно 28 тысяч, несмотря на то, что это один предмет. Потому что занятий больше три часа, а не полтора, как все наши основные предметы. Если будут какие-то вопросы, я буду рада ответить на них, оформлять их видеозаписок. Спасибо. Спасибо. Спасибо.